Приветствую всех на WallSuite Online. Каждую пятницу в 20.00 мы рассматриваем основные фьючерсные рынки. Подходит к завершению сентябрьский контракт. И сегодня мы отметим интересные уровни, которые пригодятся в декабрьском. Я... Такие ощущения, что эта осень будет достаточно интересна и полна разными событиями в финансовом мире. Вот. Ну, начнем. Значит, новости по традиции. И на следующей неделе, в понедельник, все американские биржи закрыты. У них там праздник, поэтому будем работать без барометра американской экономики. И рынки будут более-менее спокойны и ориентироваться на Европу вместе с Азией. Ну, а во вторник откроется Америка и начнутся корректировки. Также еще на следующей неделе Jobless Claims в четверг. И все. Из интересного. По Штатам. По другим странам на следующей неделе сальто торгового баланса Китая. Затем решение процентной ставки по Канаде. Планируют, что аналитики прогнозируют, что оставят на отметке полпроцента. И Новая Зеландия. Решение по процентной ставке, судя по прогнозам аналитиков, понизит процентную ставку. Также Британия. Решение по процентной ставке. Если в Британии понизят процентную ставку, это будет интересный маневр. И, в принципе, европейские индексы начнут более позитивно формировать тенденцию. Также решение по процентной ставке Российской Федерации. И аналитики прогнозируют, что так и оставят пока на 11. И, в принципе, все. Объем промышленного производства Китая сейчас очень внимательно следят как раз за спадом активности экономики. С чего Британия понизит процентную ставку? Ну, потому что печатают бобосы. Все практически понижают процентную ставку. Нужна ликвидность. Нужна... Ну, в принципе, Британия, она более такая изолированная. Поэтому, может быть, и оставят. Но у них уже и так полпроцента. Говорить, вы знаете, можно все, что угодно. Но есть факты. Вот если понизят, тогда будем обсуждать этот момент. Пока ничего не произошло, аналитики почему-то считают, что оставят. Может быть, все, что угодно. Поэтому нужно быть готовым. Все эти дни, где будет решение по процентной ставке, внимательно следите, что же все-таки... Как закончатся все эти результаты. Давайте посмотрим лучшие трейды на этой неделе по инструментам. Ну, на этой неделе лидирует наше зло. Красавчик держит до сих пор продажу. Я так понимаю, 3-го числа он выставил подальше без убыток. И его зацепили за четвергом на вот этих проколах 60-й. Второе место Hunter Thompson. Этот аккаунт, с которого я веду трансляцию бесспорно вовремя. Мы не будем о своем. Вита. Интересный шорт был. Ну, единственное, что на вот этих всех волатильных сессиях были пробы покупок, и они, в принципе, были удачные. Так что Вита все растет и растет, и это хорошо. Студенты. Американец. Тут шорт прямо с конца августа. И стоим, 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 стоим до сих пор. Жалко, что нет без убытка. Было бы интересно понаблюдать. Так что Архитект тоже в шортах. Пробовал достаточно долго зайти и поймать этот вход. Как видите, очень много сделок. Очень даже неплохих сделок. Аккуратно входит и режет все возможные варианты риска. Неплохо, в принципе. Есть, есть. На что посмотреть. Ух ты, появилась Фокс 3Х. Непонятно. Карлос тоже непонятно. Сильная просадка. И Рюрик. Вот такие красавцы на этой неделе по S&P. были достаточно неплохие сделки. Сейчас подгрузится РТС. На РТС было нелегко. Особенно, как только ушла в боковик котировка. На первом месте у нас РУС. Напоминаю, что трейдеры, которые не подписываются, никакие нити не писают. Мы их не рассматриваем, потому что это либо человек не хочет, либо еще не разобрался. Поэтому пускай появится имя. Будем туда и его анализировать. Сделки смотреть. РУС закрыл шорт 1-го числа и снова же открыл. Считаю, что это лишним маневром было. Ну и... После открытия Америки как раз надо обязательно пойти на покупки и вот такую просадку выдержать. Лишнее. Это было лишним. Временные контрольные точки тоже нужно учитывать и следить по времени, когда вы открываете позиции. Так. Ну уже давно АМ закончил учебу у нас, поэтому студентам его уже назвать невозможно. Вот такой шорт. Вышел. Несколько контрактов сразу. И остальное все без убыток, как и учили. Ну, отлично. Неплохо. Неплохо. Так. Еще один аккаунт АМ. Здесь похоже, что аккаунт на рисковые сделки. Есть хорошие входики. Вот. Я вижу, уже получается хорошо справляться с эмоциями. Тоже хорошо. Хоть и рисковый, но аккуратно, технично. Гендальф 12.86. Ничего здесь нет. Танкер 9. Какой-то супер переворот 2 числа на максимуме. Круто. Кто-то из наших рубанул так продажу. Так. BNW 0.63. Тоже уже тяжело назвать его студентом. Давненько прошел обучение. Вот так вот. 2 числа поработал. Больше нет никаких продаж. Этот аккаунт. Да-да-да-да-да-да-да. Какая-то лимитка висела. Так. Макс. Тоже интересный трейдер. Недавно появился в рейтинге. Радует частенько хорошими сделками. Вот. Напоминаю, что все сделки, которые были на РТС или на рубле на открытии рынка, они не будут учитываться в рейтинге в общем. То есть. Так. Денчик. Ну. С вопросом. Ну. В общем. Отметить можно АМ. Танкер 9. И BNW 0.63. Неплохо. Рублец. Так. Опять же РУС. Набирал шорт. Я сторонник увеличения убыточной сделки. По большей части это ничем хорошим не заканчивается. Поэтому лучше не привыкать к такой системе торговли. Пара диз. Вот недавно я буквально сегодня смотрел сделки по разным рынкам и увидел этого трейдера. Есть опыт, похоже, что тренируется, либо тестирует какие-то стратегии, потому что точки входа абсолютно есть разные, с разным подходом и на покупку, и на продажу. Вот, но справился с некоторыми сделками неплохо. Рисково входит, и мне немножко неправильно выходит, но, по крайней мере, закрыл неделю в плюс, и это уже радует. Так. Май Трайф. О, май Год. Очень много сделок. Не будем смотреть. Танакариди. Все-таки пробовал на этой неделе. Ну, я говорил уже неоднократно, что последние две недели на любых рынках, ну, я про фьючерсные рынки, в основном кошмарит, волатильность увеличивается, без хорошего, ну, рынок не сохраняет достаточно длинную тенденцию, меняет постоянно направление, настроение. Поэтому, вот такие вот волатильные сессии, это признак того, что контракт уже подходит к концу и начинает просто по толпе бить максимально сильно. Да, ну, банкротят. Надеюсь, вы видели, выкладывали на Facebook слайды по ситуации в банковском секторе. В мировом масштабе и по штатам. Санте-Деор, HBC, потом очень много банков, испанский, австралийский банк, американские банки в очень большом минусе, там, за три месяца. На интервале год ситуация не лучше, то есть, там очень много компаний в убытке и, похоже, что выводят из системы кэш. Накануне смены президента Америки, я думаю, именно в этом причина. Причина, Карлос Молочино на рубле вот так вот порвал SkyOne. Как это его занесло на рубль, интересно. Ну, стоп-лосики, стоп-лосики и плечи на любом рынке, это уже риск. Еврик, давайте посмотрим. То есть, старайтесь работать без плеча, либо очень-очень мелкие плечо. И то в необходимых случаях, когда либо стопроцентная гарантия сделки, ну, All-in не всегда есть хорошо, учитывая, что на рынке и так нелегко работать. Ну, сегодня, конечно, Еврик прям уж во всей красе сиганул на 1.12. И выбросили всех. Так, ну, вот, есть у нас трейдер, который уже в покупке, Миш, это пилот, сори. Такие коротенькие сделочки, похоже, что сражается с рисками, сразу же выходит, как только есть подозрение. Так, барракуда появился. Ну, я считаю, что вот эту покупку можно было и раньше закрыть, и не... Такая прибыльная сделка потом закрывается в минус. Это, судя по всему, за сделкой не следили. Ну, зачем тогда их открывать? Даже если это тестовый счет. Так, халатненько, халатненько. Также были попытки полезть на очень-очень опасное время в рынок, и это, видите, никуда не годится. Так, Рюрик по Еврику на этой неделе зашортил, еще и закрыл неплохо. Супер, супер, Рюрик. Давай в том же духе. Надеюсь, тут стоп-лосс был. Мишка Мед вышел вовремя хорошо. Так, и вот у нас покупает прям, не отходя от кассы. Тут тоже, я думаю, Мишка, можно было намного раньше выйти. Ну, в принципе, если стратегия такая, что если есть выставленный стоп-лосс, он там и будет стоять. То есть, уже заложенный расчет, стратегию расчет на риск уже заложен. То есть, не минимизируется стоп-риказ, не передвигается без убыток. То, да, понятно. Но, в принципе, там уже третий раз атакует уровень. Можно зафиксировать эту покупку. Так, ну и вот так вот зашел. Прямо как будто ему позвонили из Белого дома и сказали, покупай Еврик. Прямо так вот, круто-круто. Ну, можно уже в без убыток перевести. Я думаю, даже часть зафиксировать уже 12. А они там после 12 не особо активно себя ведут. Тем более, перед выходными и праздничными. Так, Payper Trade тоже тут на боях. Zemi Stockles тут сражался всю неделю. Красавчик. Mike тоже на покупке без стоп-лосса. И Puff. Да, вот кого хотелось бы отметить, это этого трейдера старается аккуратно работать без лишних движений и старается входить так же аккуратненько. Стоит стоп-лосс. Единственное, вот это было лишним, наверное, тут открывать еще один шорт. И Mike тоже какая-то покупка, но рисково. Так, вот такая ситуация на еврике у трейдеров. Так, 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 так. Вот, на фунте здесь ситуация гораздо хуже. Даже нечем отметить. Вот, на фунте здесь. Так, теперь золото. Life is so short. Такой вот славненький котенок на аватарке. Перешел уже просто на золото. Че-то он с валют ушел. Так, 5D Trade закрыл шортец. Неплохо закрыл. Так, и крошок. И дальше, в принципе, уже нечего. Даже M8 пробовал, пробовал и оставил какую-то лимитку без присмотра. Скорее всего, это с этой покупки была лимитка. В общем, такое. Все валюты здесь тренируются точно входить. И ничего так. Есть моменты, но есть моменты, которые можно и не совершать. К примеру, на минимум дня зайти на шорт. Прямо на минимуме. Так, нефть и пойдем на уровни. Путин. Первое место по нефти. Удивительно даже. Кажется, догадывает, что за система. Майкроскальпинг. Прямо такой вот. Ну, там комиссионок, наверное. Дизель. Да ты что, как вышел, неплох. Рисковый вход. Первое число. Эксперт. Ни о чем. Так, Карлос. Он набирал убыточную позицию. Лариса тоже чуть-чуть. Ну, сложноватенько идет нефть. Так. На Газпроме кто-то работал. Нет. Так, ну, окей. На следующий Wall Street Online будем уже подводить итоги и по конкретным разделам, к примеру, там, валютные фьючерсы, будем более детально разбирать уровни и выделять необходимые локации на поддержку и сопротивление. Так, значит, начнем с S&P. Сейчас подгрузим. Так, 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 S&P. Начнем. Близимся к минимуму контракта. Три восьмерки мы уже видели один раз. Даже три сессии они были выше данного уровня. И нужно выделить этот диапазон прям до... Вот. 18.70. В качестве поддержки мы оставим этот уровень. Пускай будет. И посмотрим, как будут поддерживать байеры на 18.70, 18.88. Тут были достаточно крупные объемы. Оборот за сессию 5 миллионов. Сопротивление обязательно отметить среднесрочникам и долгосрочникам как... Так, сейчас... 69 по 83 здесь две сессии плотненько собирали толпу и на этой неделе даже протестировали сессию 31 числа понедельника. Поэтому 69, 83 обязательно отметить в качестве сопротивления. Тем более уже подтвердили свои действия селлера. Идем на минимум недели. Это не есть хорошо. Перед праздником стараются они обычно расти по штатам. Но тут уже видно нет сил покупать. Идет абсолютно пятница на минимум недели. Ну и ядро. Однозначно 19.15. 19.34. Возьмем эти уровни. Обратите внимание на ликвидность. Она падает. Ну как, она рабочая, но на следующей неделе еще меньше будет. Я думаю, что потихонечку уже вышли крупные участники. Постепенно вернее. И еще меньше будет активность и ликвидность потихоньку будут перестраиваться на новый контракт. Давайте посмотрим по открытому интересу. Так ли это? По открытому интересу. Да. Вот две сессии идут на фиксацию. Что не сверх нормы, но закрывает позиции. Вот это снижение идет на фиксации. То есть, все, что пытались купить 1-2 числа, уже выходят. И во вторник может быть абсолютно все, что угодно. То есть, сгэп вряд ли, но на всякий случай перед входными, видите, выходят. То есть, еще активность достаточно высокая. То есть, когда до таких уровней упадем, стандартных, то уже все, скорее всего, будут скидывать позиции. По дельте. Дельта, дельта, дельта. Здесь у нас вот так должно быть. Тут он наисправлялся. Да. Видите, тоже. Минимально, ну, стандартно, но за селлерами. Обе сессии последние. 2-го числа только были активные покупатели. Поэтому на вооружение просто возьмите диапазон этот в качестве проверки. Если байера вытолкнут выше данного уровня, то могут возобновиться покупки. Но если так и будут селлера защищать уровни, и здесь четко видно активность на 19.65 по 85. Вот эти 20 баксов, волатильность невероятная. В 2008 году, перед кризисом, 5 долларов в день, если взял, это вообще круто считалось. То есть, так рынок плотненько ходил. А потом как раскачали. Вот. Ну, в общем-то, даже нет агрессоров на покупку. Оно и понятно. Так. Для тех, кто будет все-таки спекулировать на следующей неделе, пытаться взять оставшиеся движения. Тот факт, что открылась Америка сегодня на достаточно таком, можно сказать, гэпе между американскими сессиями. То есть, закрыли они четверг на 43-52. И открывается американская сессия уже ниже 30. И они дальше идут на шорт. То есть, ну, уже не остановить видно солеров. Они даже там были рады шортить. И это надо выделить. Значит, 19.20 по 19.32. Первое основное ядро недели. Вторник, среда, плюс пятница. Защита понедельника. А там он достаточно так лихо сформировал локацию на 65-74. И загрузка вот в четверг на 52 по 48. Мы ее объединили вместе с уровнем среды закрытия. Вот, поэтому 43-52 будет первая на защите. Ну, 65-75. Можно даже так взять. Вот эти уже первый уровень защиты со стороны солеров. Единственные байеры в среду на 13 уровне по 19.07. Это вот единственная поддержка на этой неделе, которую еще, ну, если сейчас в пятницу кто-то появится защищать этот уровень, могут быть шансы. Потому что новый контракт, я думаю, что после того, как начали сильно создавать негативную обстановку в СМИ, то большинство будет на стороне продаж. И я тоже думаю, что в начале контракта точно пойдут на покупку, чтобы вынести всем стопори. И затем до лишения процентной ставки. Вот, когда они там примут все-таки повышать процентную ставку или нет, там будет уже понятно. Они могут все что угодно выбросить и удивить еще те фантасты. Так, это FESX, буквально вкратце, основные уровни практически пробили. Это 32, сейчас мы возьмем ядро. 32.15 по 31.70. Ядро текущего контракта. Здесь мы видим достаточно ликвидные сессии, были на остановку падения на FESX. И неделя также закрывается на минимум. То есть настроение не позитивное на рынке и новости только подбрасывают масло в огонь. Китай. Ну, все возможные трюки используются очень активно. Я как-то читал отчет о прогнозах, ожиданиях на 2015 год. Брали данные с порядка 80 финансовых деятелей Америки. То есть там профессора, управляющих хедж-фондов, разного класса были люди. Больше 80 человек. И многие ожидают, что будет какой-то военный конфликт с Израилем. Потом Северная Корея активизируется. И что-то еще там было. В деталях там очень много было ожиданий. И некоторые все-таки прошли. Такое ощущение, что они их сейчас выполняют. Если есть желание, на Facebook скинем эти отчеты. Почитайте, может быть интересно будет. Ну, в общем, 3070-3105. Последняя надежда на FESX. И на... Это у нас DAX. Идентичная схема на DAX. Уже в 99, даже возьмем 10 тысяч по 10.100. Это Дидро контракта. Основной уровень, массив. Последние поддержки. Вот 98.50, 98.05. Возьмите как ориентир. И вот тут еще активно ввелись Абайра 96.52. То есть, если будут поддерживать, еще есть надежды. И вот гиперобъемная локация. Плотно, в узком диапазоне. 27 весла. Вот 10.330 по 10.230. Три сессии паковали объем. Еще и выбросили по стопам вчера. На сопротивление обязательно возьмите. Вот так вот. Там же второй уровень. За контракт. То есть, это обязательно. 10.230, 10.330. Контрольный уровень проверки активности байеров. То есть, если байеры смогут толкнуть выше цену, есть надежда. Если нет, то либо боковик, либо пойдем на юг. На юг РТС. Хорошо. Если есть желающие, то в Facebook есть группа WallStreetOnline. Я думаю, ее легко найти. Присоединяйтесь туда, и там она обязательно будет. Это отчетность. Так, РТС. Нам нужен кластер профайл. Обратите внимание, сколько ликвидных сессий выше нормы было. С 24 числа по 2. Сейчас активность упала. 4 пятница. И необходимо даже выделить вот этот коридор. Крайне объемненько здесь поработали в последнее время. 79 по 80, 750. И на этой неделе, и на прошлой здесь порядка 7 сессий стоит маркет. И на сколько будет сил толкнуть цену на покупку на следующей неделе. Присматривайтесь к этому диапазону. Если вы толкнут на 81-82, если не смогут толкнуть выше этого диапазона, то слабость и нефть, естественно. Самая топовая сессия за этот контракт. 1,5 миллиона оборотов 72-73. И как поддержку номер один выделить необходимым. Следующий блокпост на 74-750. И 75-500. Тоже неделя фактически закрыта на минимуме. И это не есть хорошо. Так, 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 так. Посмотрим сейчас активность по открытому интересу. Смотрите, сегодня не самый скучный день на фьючерсе. И были открыты позиции. Возможно, в понедельник выбросят по стопам с байеров. И очень активное движение в район 83-82. В принципе, будет неплохим намеком на поход на север. Ну, давайте посмотрим, что у нас по классу рчарт на РТСе. Ага, тут агрессоры на продажу. Хотя вчера пытались купить. Вот-вот. Поэтому я и заинтересовался этим моментом. 79-300 по 70... Ну, достаточно плотно. Это 78-600. Эта сессия в 50 тысяч контрактов агрессор был на покупку. Да и вообще с 25-го числа по 31-го, весь конец августа, был очень за байерами. И средняя позиция всех этих активных покупателей как раз вот в районе 78-500. То есть, если они будут отстаивать этот уровень, постараются не пустить ниже 77-го. По стопарям выбросить это обязательно. То есть, движение там в район 77, выброс по стопам и пробитие максимумом пятницы 80-го, в принципе, будет хорошим триггером на покупку. В случае... Ну, пробитие 77-го и будут активно работать селлеров в диапазоне пятницы. Видите, как здесь практически все цены идут на таких продажах. Тем более, там мы видели по открытому интересу, были открыты позиции, причем активность не слабая. Так, это по классу чарт и 15-минутный интервал на индексе РТС. Ну, посмотрим. В понедельник америкосы работать не будут и нефтянка может себя попроще вести, поэтому могут немножко прикупиться по нефти. Так, ядро недели 79-80-250 и сопротивление 82-500-82. Это вторник, тут собрали достаточно неплохо продажи. До загрузку защищали в четверг, это тоже возьмите. Ну, здесь попроще уровень второго разряда, но пускай будет 81-100, 81-450. Это четверг, реверсивная модель, там 61 тонна оборот за 15 минут. И не выделить этого невозможно, это нужно обязательно учитывать. Последний вот блокпост в среду, который набрали здесь. Вон, 94 тонны оборот за 15 минут, гиперактивность и поддержка 78-200 по 78-600 на всякий случай. Видите, здесь уже были сегодня утром и вот закрылись там же. Поэтому получится удержать эту локацию, я думаю, в дальнейшее движение в район ядра недели 79-80-250 и там закрепить цену. Вторник, среда, атака 81-й, поход на 82-ю. Это в случае, если нефть будет на нашей стороне и будет для этого причины. Акции мониторить тоже следует. Ну, активность есть, по открытому интересу, значит, есть кому цену двигать. Рубль. Вот такая вот получилась модель. Всё выстраивается по ощущениям и по модели. Давайте вот 66-500 возьмём. О 68. Вроде как ощущение, что он будет выстрел на 70-й. Вот здесь тормозили 24-го числа рубль. И вот этот локейшн в качестве сопротивления обязательно себе выставить и мониторить. Сейчас проверим. Ну, остальные уровни по типу 65-й, 64-й мы уже на следующем обзоре Wall Street Online выделим для того, чтобы в следующем контракте их использовать. Давайте посмотрим, что там за ликвидность на споте. Споте. Идентично повышенная активность по ликвидности по 7. Ну, вот иногда можно заметить даже одинаковые 7 миллионов 500, например, часто встречается. Бывает кое-что по... Ну, оборот за день очень по цифрам совпадает. Там полгода назад точно такая же сессия была и с такой же самой ликвидностью. Цифры там чуть ли не до тысяч совпадают. Были такие наблюдения. Значит, гиперпопулярная цена это 66.80, 67.50. Относительно этого коридора, и ориентируйтесь, это как экватор. Толкнуть цену ниже экватора есть шансы на снижение. Как раз надо пробить 3 шестерки. И там уже 65.50. Это такая краткосрочная слабенькая поддержка. 65-65.500. Вот здесь 3 сессии боролись. Была неплохая ликвидность. Ну, и сопротивление на споте также 70 по 69.50. Это первый такой уровень. Если ликвидность на данных уровнях будет достаточно высокая, вполне могут защищать коридор этот 70-69.50. Можете попробовать там поискать продажи в случае, если будет защита страны соляра. Значит, возьмем сейчас еще и открытый интерес. Посмотрим по рублю. Как там обстоят дела. Ну, Центробанк, само собой. И те, кто давно с нами, и те, кто часто ходит на Лосфит Онлайн, уже, честно не вспомню, в каком году, мы постоянно выделяли весь контракт, одну поддержку, где-то 13 или 17 раз на дно поддерживал Центробанк. И там это очень хорошо было видно. Смотрите, по активности сентябрьский контракт уже не интересен. Судя по всему, выходили вот с 26 по 2. Вчера пробовали что-то брать, но сегодня всех сбросили. Судя по всему, пытались шартануть, и сегодня вот сейчас их выкидывают. Они выходят перед выходными. По дельте. Вот у нас по агрессору ситуация за байерами. Вчера, да, вот вчера, видите, пытались все-таки шартить, и сегодня их по стопам выкидывают. Вот, что тяжело им, видите, 68-300 на вооружение возьмем, потому что вроде как покупают, но сессия плотная достаточно, хоть и ликвидная. На этой неделе вот две сессии 66-600, 67-200. Тут активно локация на шорт, особенно в 3-е число можно взять. Также 27-го числа в этом коридоре, даже захватим 67-600. Вот так вот. Вот здесь где-то моя рисовочка. Потом будет 6 сессий на 666. Это совпадение к этому. В общем, коридор достаточно популярный среди селлеров, и если они все-таки толкнут цену за 3 шестерки, будет, в принципе, позитивно. 1-е числа тут агрессора на покупку 65-500, 65-300. Возьмите в качестве возможного уровня защиты со стороны байеров. Даже захватим 31-е число 64-800, 65-500. Вот эти локации с точки зрения дельты. Евро. Так. 24-го числа топовая была сессия. Этот коридорчик мы обязательно выделяем в качестве сопротивления. 15-95-15-40. Потом чуть-чуть пониже ликвидность, но эти дозы загрузки они еще не раз о себе дадут вспомнить. 13-75, 13-95 и локация прошлой недели плюс часть недели на этой неделе 12-35-12-75 50 тиков в качестве ядра недели отмечаем. Ну и уровень сопротивлением. Пятница пыталась дотянуться до 1-12, мы это видели в какой-то агонии. И 4 единицы по 11-40 четверг плюс пятница. Понедельник уходит за четверг плюс пятницу в принципе покупать будет опасно. То есть если не смогут байеры нормально в понедельник ну правда там в понедельник будет соусоу а вот во вторник толкнуть цену за 12-35-12-75 с покупками не слава богу и вероятность толкнуть ниже цену за 4 единицы вполне есть. Там такой не то чтобы давний но уровень несколько недель назад был вот тут и до загрузки на покупку была и байер еще два дня грузили могут здесь приостановить свои активности селлера давайте посмотрим что там было на дельте сейчас значит по открытому интересу топливо заканчивается то есть вся эта коррекция была на закрытии позиций выходят сентябрьские и если сейчас посмотреть декабрьский там как раз начинается вся игра да уже 30 тысяч 10% уже там от активности текущей но как видите топливо на этом контракте уже все то есть те кто держали покупки в любом случае начинают выходить либо до закупать уже на новом контракте потому что здесь нет смысла это делать а там уже посмотрим ну и сразу захватим основной диапазон этого контракта 10.35 по 1.12 это экватор для следующего контракта ну это более детально мы рассмотрим уже на следующую пятницу так еврик на 15 минутном интервале и потом посмотрим фунт и золото и нефть так да вот они красавцы достаточно долго сражались поддерживали 10.95 3.4 но вот эти продавцы которые просто в попыхах грузили на пробитие 1.12 пока вот отстояли диапазон я бы даже взял его как сопротивление и мониторить этот уровень обязательно то есть если если понедельник вторник среда они не смогут даже не будут атаковать этот уровень с покупками проблемы по крайней мере но хочу сказать что последняя неделя предпоследие вообще торговать нежелательно не не помню ни одного контракта чтобы там было все хорошо и технично работал маркет обычно волатильность нестабильные тенденции постоянная смена направления в течение сессии особенно американской ну то есть все что за контракт заработано можно аккуратненько за 2 недели подслить и зачем это надо в общем на понедельник вторник среду 11.60 12.00 самый востребованный уровень и четверг плюс пятница 11.42 как локация на поддержку 11.14 вот этот массив и поддержка уже последняя контрольная 10.95 3.11.4 фунтец и франк фунт сползает я бы сказал потихонечку пять сессий подряд всю неделю смотрите раз два то есть падение как такового нет потихонечку просто сползает похоже ситуация была на нефтянке последний месяц так точно там тоже то есть это отчасти манипулятивные операции падают вот падают смотрите вот это падает и стараются падать быстренько здесь так аккуратненько такое ощущение что они закупаются в принципе по агрессорам похоже на то но чаще вернее больше всего агрессоры засветились вот здесь это была сессия 26 числа 54-65 на всякий случай возьмите для ориентируя 55-15 возможно здесь там какие-то позиционные закупки начались и это все просто выбивает уже окончательно байеров поэтому если этот уровень как-то технично в начале контракта начнут атаковать и пробьют то вуаля ну и второго по важности уровня 52-70 53-20 посмотрим сейчас по открытому интересу фунт ну в рамке еще не армагеддон ну по крайней мере 2-го 3-го числа пытались открывали позиции вот и хорошо так ну с классерчартом мы определились франк так по франку коридор экватора тут это основной диапазон 10-32 ой 10-46 ушли ниже экватора это нехорошо для байеров не смогли они удержать в коридоре и последние надежды на 10-25 по да куда-то убежало вот 10-17 это последний уже уровень поддержки тут 12-го числа очень хорошенько поднажали байеры и 7-го числа отстояли 1-0-15 вполне может быть что еще раз будут защищать тем более ликвидность ушла уже в режим выходных видите достаточно слабая она на франке могут уже сильные игроки не давить продажами поэтому посмотрим то есть 0-17 0-25 на следующей неделе следим за защитой со стороны селлеров ну и до загрузки селлеров это 0-56 0-62 и затем 0-68 0-74 все снижение вот это достаточно ликвидное было особенно сессия 24-го числа так нефть так набраны позиции потом это все скинули и скидывают дальше в новом контракте топовая топовая сессия на 48 поэтому по нефтянке это как контрольный уровень если будет рост то он начнется с пробития вот этого диапазона 47 15 48 обязательно на этой неделе как видите такое ощущение как будто попрощались с этим уровнем но также это можно рассматривать как атаку и вот в пятницу решили немножко набраться сил то есть если с этого диапазона 46 46 50 на следующей неделе возможно понедельник возможно вторник начнут хорошенько становиться байеры то есть надежда что пробьем 47 48 там же сразу же понятно что делать и по РТС так и по рублю 43 4 2 4 8 поддержка причем 3 сессии в разной на этой неделе на прошлой неделе то есть в этом коридоре активно принимали участие на 44 по 45 возьмите во внимание возможно снова там будет активность со стороны байер то есть в принципе пробитие сопротивления либо же поддержки будет уже сигнализировать о том какая команда сейчас более ликвидная и контролирует маркет вот такая ситуация по нефтянке это light sweet ну можем взять еще брендик посмотреть классер профайл и новый контракт начался буквально вторую неделю волатильность видите какие сессии были на тех неделях еле-еле сползал видите вот начиная с начала июля такая вот схема продолжалась до вот этой недели потом просто раскачали маркет очень сильно и 51 сейчас из востребованных коридоров поддержка тут 3 сессии перед взлетом 43 44 обязательно выделить и ликвидность начинает падать уже некому там сражаться поэтому на следующей неделе может быть прострел более плотно вот сейчас давайте выделю 48 с половиной 50 точка 1 контрольный уровень 52 40 это четверг который реверс движение на покупку вот его нужно осилить ну дальше уже 56 55 посмотрим так хотите на фоне других контрактов сейчас как видите уровень сопротивления 52 70 53 80 еще с того контракта вот он все неделю здесь даже видно по массивам крупные селлеры якобы и байрон здесь всю неделю продержали то есть объемы только на максимуме недели только на минимуме на этой неделе этот уровень протестировали и развернули движение нефти поэтому тут сидят манипуляторы вот это контрольный уровень атаки если мы пройдем этот уровень дальше уже на 57 только вот красавцы выстроились ну вот так вот ну в общем 48 50 50 как опорный уровень и вот центральный уровень который нужно пробить это 52 53 80 вот так вот с золотом выкидывают позиции видите начиная с конца августа 25 числа 24 начали скидывать но не ну не смертельно то есть но активность идет на снижение значит 10 95 даже 96 по 10 90 можно захватить даже 85 вот поддержка тут по гистограмме и сопротивление 1160 1150 тут тут уже защитили причем открывали позиции сейчас посмотрим на класс профайле обратите внимание обязательно я вот почему-то наблюдая такие недели в последнее время их часто вижу на разных инструментах то есть ликвидность под линеечку видите встречается на золоте в последнее время было когда-то на нефти такая ситуация иногда на фьючерсах валютных проскакивает то есть ну вот здесь понятно тут тоже там то меньше больше здесь а все 5 дней прям под линеечку оно как-то вызывает подозрение они-то думают что мы не наблюдаем за такими данными что никто этого не видит но ну крупные банки они кого больше кэш тот и контролирует цену можно задавить любого участника рынка с такими капиталами как угол вансах сити групп я там даже не знаю сколько там кэша мне понравилась одна фраза в позитивном таком сериальчике про политические ну в конгрессе штатов там движения и нужно было выкупить заложника и агента направили в какой-то 3-4 кабинет где просто какая-то бабушка выдала ему 80 миллионов долларов с фразой ничего страшного мы же их все равно печатаем и просто человек с чемоданом тысячных купюр ушел платить выкуп заложников мы все равно печатаем гениальный человек который придумал всю эту схему просто печатаешь доллары и даже ни за что не платишь вот сопротивление которое необходимо выделить для золотишка 11.38 11.43 ну и для тех кто все-таки смотрит на север по золоту я думаю что 11.15 11.25 должны поддержать байеры и все-таки толкнуть потому что банковская система стаки падают надметают обстановку достаточно сильно СМИ и ну там не только штаты фондовый рынок сыпется европейский азиатский особенно даже австралийский зацепили вот знаете какая более-менее стабильная ситуация в какой стране вот я смотрел анализ глобальный по фондовому рынку вот как вы думаете ну вот свои варианты просто в чате напишите ирландия там банковская система даже с прибыли бразилии мексика вот южная америка сейчас немножко терпит фиаско за год за полгода там не очень хорошая статистика по фондовому рынку вот именно ирландия просто там весь сектор финансовый практически в плюсе вот так вот ирландия ирландия там стабильная банковская система работает может там британские масоны хранят свои деньги без понятия но почему-то вот по отчетам можете зайти на там финвиз даже посмотреть карту глобальную по фондовому рынку и наведите курсор на ирландию так в сентябре будет ряд интересных курсов и также новых реверсивность рынка реверсчарт будет по российскому рынку стажировка кому интересно приходите на следующую среду должен быть открытый вебинар вот с интересной темой жду всех на следующей неделе на лодстрит онлайн спасибо что пришли хороших выходных хорошего вечера попутного тренда до свидания пока до свидания до свидания